Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст ваш достаточно большой, поэтому перечитывать, желательно, я его не буду. Это будет довольно долго и, в общем и целом, как мне кажется, несколько неэффективно. Я думаю, что, как это часто бывает, нет здесь, в этой ситуации правых и виноватых, по той простой причине, что все люди разные, и вы имеете право на свою точку зрения и ваш принцип имущества, и также право на свою точку зрения. Только здесь вопрос в том, как вы реагируете на ситуации, вот, как вы откликаетесь на них, как и чем вы откликаетесь на эти ситуации, которые происходят. И в целом, есть вопросы к вашему поведению, вот. Поэтому я думаю, что мы с вами поступим примерно следующим образом. Я сейчас буду читать ваш текст, вот, и давать какие-то комментарии, собственно, это то, что вы просили сделать. Так будет мой скиллап гораздо, ну, гораздо быстрее, вот. Так будет гораздо эффективнее, и вам хочется верить, будет нескучно слушать. Итак, женатый четыре месяца, вместе два с половиной года. Да? Вот, давайте подумаем. С учетом модели поведения вашего мужа. С учетом того, как он себя ведет. Ну, вот, по отношению к вам, что между вами и вашим мужем общего? Вы, вместе, довольно большой, как бы, промежуток времени. Довольно большое количество времени вы вместе. Вот. Понимаете? Да? И, соответственно, было бы очень хорошо, если бы вы, если бы вы для себя зафиксировали вот этот аспект, если бы вы для себя зафиксировали этот момент, что между вами и вашим мужем общего. Если у вас общие цели, если у вас общие ценности, вот, если у вас в целом и в принципе что-то общее, то есть что-то, что вас объединяет. Потому что подобное отношение к вам, подобная ситуация, которую сейчас, например, принято называть абьюзерством, да, вот, возникает не на ровном месте. То есть, конечно, проще всего будет сказать, что вот, как бы, ну, ваш муж-абьюзер ведет себя ужасно отвратительно, уходите от него. Так будет проще всего сказать. Но, как правило, во-первых, ситуации склонны повторяться, а во-вторых, ваша модель поведения, она, даже если вы уйдете от человека, и даже если вы, ну, как-то вот нас, ну, как вам сказать, даже если вы нас, например, послушаете и, как бы, ну, прислушитесь к нам и возьмете за основу именно вот то, что мы вам скажем, как бы. Я не думаю, честно говоря, о том, что вам это как-то сильно поможет. Я не думаю, что вам это что-то даст, вот, потому что ваша жизнь, ваша ответственность и, соответственно, на мой взгляд, нужно все-таки самой находить решение. И вот то, с чего я хотел бы начать, да, это вот с общего, между вами. Я переехал к нему из другого города, бросив все, работа, любимая квартира, друзья и семья. Смотрите, что вы здесь делаете? Вы здесь делаете ставку на человек. Вот. Понимаете, да? То есть вы здесь сделали ставку на человека. Бросили все, уехали к нему. Почему так? Потому что, вероятнее всего, мужчина в какой-то момент стал для вас самым важным. Но просто вот человек стал для вас важнее всего, важнее вас, важнее ваших интересов. В чем, собственно, и заключается здесь момент, что если человек для вас становится на первом месте настолько, что вы ради него отказываетесь от всех своих интересов от себя, то это уже предательство. Понимаете? Это уже предательство. Потому что вы приезжаете туда, где, в общем-то, вся власть находится у мужчины. Вся власть, прошу, заметит, над вами находится у мужчины. И вот это больше всего тревожит вашей ситуации. Понимаете? Не то, как он себя ведет. Хотя вы пытаетесь, ну, вот, ну, вы пытаетесь понять, как он себя ведет, вы пытаетесь понять, нормально ли это поведение или нет. Вот. А дело не в этом. А дело в том, что вы отказались от всего, что вам было важно. Вы отказались от своей жизни ради другого человека. И нет, это не значит, что вы не можете, например, переехать к мужчине. Нет, это совсем не значит, что вы не можете переехать к мужчине. Я бы сказал, что важным моментом, на мой взгляд, являются то, куда вы переезжаете. Понимаете? Ну, вот. И как бы с чем вы себя оставляете. то есть, ну, вот, я еду к своему любимому человеку в другой город. Ну, соответственно, я, прежде чем ехать к человеку в другой город, наверное, сначала посмотрю, что мне там нужно, что мне там можно делать. Вот. Ну, на мой взгляд, это вполне логично. Вот. Посмотрю, смогу ли я там устроиться, будет ли мне там комфортно. Понимаете, да? У вас этого как будто ничего нет. И здесь можно говорить либо о страсти к мужчине. А это не совсем про любовь, это не совсем про ну, про такое вот взрослое, зрелое, я бы сказал, чувство, да? Вот. либо это про зависимость. Ну, зависимость вашу от человека. То есть, что вы вот попали от него в зависимость, что вы в нем очень сильно нуждаетесь. Вот. и судя по тому, что вы описываете немножко дальше, я полагаю, что для вас это не совсем привычное состояние. Потому что, как мне показалось, вы в целом как-то вот привыкли полагаться на себя. возможно, вам было тяжело полагаться на себя, но вы этого не замечали до поры, ну, до поры до времени. Вот. Вы этого не замечали. А когда эта ситуация произошла, вот, то есть, ну, когда это вот, когда это случилось, вы оказались несколько не готовы к тому, как вот себя вести. Понимаете, да? Дальше. Когда переезжала, разумеется, я говорю, что я буду самой счастливой и так далее, что работу могу не искать, им будут обратно сюда сумочку роль, могу искать что-то для души. Вот опять же, понимаете, вроде бы ничего страшного здесь не происходит. ну, то есть, то есть, вроде бы, в том смысле, что, ну, вам мужчина сказал, да, вам, как бы, мужчина, вот, предложил жить на его обеспечении и в общем и целом почему бы и нет. Но, понимаете, какая история? Ведь, когда и если вы соглашаетесь на подобную модель поведения, когда и если, это значит, что до этого вы были, мягко говоря, не сами собой. То есть, до этого вы себя не чувствовали вот, ну, знаете, как, в своей тарелке, довольной, да, то есть, вы себя чувствовали как-то вот не очень, ну, не очень может быть приятным, скажем так. и на то есть причины. Вот. Знаете, то есть, на мой взгляд, здесь ваша задача спросить себя, а что для меня значила моя вот предыдущая жизнь, если я готова, вот как бы, ну, если я смогла вот так, вот так вот от нее, как бы, отказаться, вот так вот, дела, и отказалась от нее, да? Вот. То есть, это, на мой взгляд, вопрос, который вам нужно себе задать. Вот. Опять же, совершенно спокойно вас, я не обвиняю, я не говорю, что вы там поступали обязательно как-то плохо и так далее, нет. Просто хотел бы, чтобы вы об этом подумали, поразмышляли. Дальше. Так, я после переезда проработал у него в бизнесе полгода, опять же, странно, вам сказали, что вы можете не работать, вы проработали полгода. То есть, ну, как-то вот странно. Вот. Каким образом вы у него в бизнесе оказались, ну, вот, для меня тоже, я бы сказал, не совсем этот момент очевиден. Каким образом? То есть, ну, вы об этом, опять же, ничего, как бы, не, не говорили. Вот. То есть, вы об этом, вот сейчас, вот сейчас, да, вы об этом, по сути, вот, впервые, как бы, говорите. Я у него проработала, там, в бизнесе, вот, полгода. Вот. То есть, это не коррелируется с тем, о чем вы договаривались, что вам говорил мужчина. Вот. И, как вы к этому отнеслись, к тому, что вы у него проработали полгода? Как он к этому отнесся, что вы работали у него, ну вот, собственно, полгода. Да, что же нужно здесь выяснять? Дальше. Они с коллегой не договорились о зарплате. Мне и моя работа окончены. Ну, понимаете, вот, вроде бы, опять же, здесь ситуация абсолютно нормальная, но, все равно, я не могу не обратить внимание на то, что вы здесь как будто бы вот, ну, зависимый какой-то являетесь. То есть, что значит они с коллегой не договорились о зарплате вам? Почему? Почему они с коллегой договорились, если вы работаете? Поймите, для чего я вам сейчас об этом рассказываю, да, для чего я вам сейчас об этом говорю. У вас, безусловно, найдутся причины, у вас, безусловно, найдутся основания для того, почему так произошло. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что вы как-то сами здесь на страже своих интересов не стоите. И вот это, пожалуй, одним из всех факторов, на которые я бы обратил внимание ваше. то есть для меня как для психолога вот этот фактор того, что вы не стоите как будто бы на страже своих интересов, как будто бы за вас вот ну решают другие, договариваются другие и так далее. Вот это для меня как для специалистов здесь является конечно очень такой вот очень тревожным фактором и тревожным моментом. Потому что мне кажется, что вы себя опять же вот ну вы себя как-то предаете, мне кажется, что как-то вот ну может быть через ну через чур да полагаетесь на человека ну в смысле вот на на мужчину вот и это может быть и неплохо, что вы на него полагаетесь, но все равно согласитесь, звучит странно, что два человека договариваются о зарплате как бы вот третьего третьего лица третьего как бы человека вот это немного странно вот то есть это такой вот тревожный как мне представляется момент и аспект дальше не работало полгода 4 месяца из этих полгода была занята лечением зубов подготовка к свадьбе организация медовый месяц но опять же почему-то все это вы звалили на себя да вот не совсем понятно как вы к этому пришли обговорили ли вы это со своим мужем да как он к этому условно говоря отнесся как вы к этому отнеслись то есть тут вот тоже как-то вот не совсем все очевидно к сожалению вот то есть это нужно как мне кажется ну тоже по возможности вам для себя вот выделить и постараться понять потому что это серьезно я бы здесь еще хотел бы уточнить следующий момент когда вы говорите о том что вы не работали да вот вы пишете что без причин не работают 3 месяца что вы в это вкладываете вы не хотите работать или как вы несколько раз используете работу как аргумент то есть вы говорите что-то вроде того что принципиально значит работать не хочу да и в принципе не ищу работу это забегает чуть вперед хочется вам сказать вот но простите пожалуйста а вы работать хотите или нет вообще сами по себе вне зависимости от мужа вам это интересно или нет ну вот сама идея ну сама идея идея работы это просто предыстория для вашего понимания ситуации ну как вы видите да эта предыстория скорее вызывает пока вопрос нежели чем прояснять что-то дальше в общем есть ряд ситуаций которые меня заставляют вянуть депрессировать и сомневаться именно в этом месте вы действительно жертва потому что не ситуация заставляет вас вянуть депрессировать и сомневаться а ваше отношение к себе поэтому здесь на самом деле вы жертва вот потому что как я уже сказал вы в некоторых моментах не берете на себя ответственность как будто бы спешить мужа я люблю да давайте вот тоже что вы вкладываете в люблю вот хотелось бы этот момент тоже немножко прояснить что вы вот в вкладываете в люблю своего мужа я не сомневаюсь в том что вы его любите вот ни в коем ни в коем ни в коем случае не сомневаюсь в том что вы его любите вот но хотел хотел бы все таки уточнить что вы в это вкладываете в люблю как проявляется ваше люблю вот это очень важный момент потому что любить можно аппаратно а как я сказал есть предотврение что у вас это не совсем любовь а страсть была по крайней мере хотя два с половиной года вы вроде вместе четыре места вместе живете время для страсти вроде как уже должно было пройти но как-то вы на мой взгляд резко достаточно к нему переехали он всегда говорит мой дом ко мне домой ко мне приезжайте у меня ощущение птичьих братьев отсутствие союза на словесном уровне да это правда и это результат того как вы формировали фундамент ваших отношений если общего много такого бы не было понимаете если общего мало то соответственно это происходит не носит кольцо ответ на вопрос почему неудобно я говорю давай ювелиру отнесем он его переделает на более удобную модель ответ у тебя много денег не си здесь скорее вопрос ценностей и отношения к семейным в том числе ценностям и я не думаю что подобное проявление как бы отношения к семейным ценностям является первым я думаю что скорее всего подобное было вот я так думаю я думаю что вы предпочли этого не заметить то есть я думаю что вот вам возможно ранее было удобнее не замечать того как вот человек относится к семейным ценностям и собственно к кольцу судя потому что вы занимались организацией свадьбы и медовым месяцем на мой взгляд ему самому свадьба была не так важна не в приоритете он ее как бы отдал вам как вот тому кому грубо говоря больше всех в этом смысле надо вот понимается да какая штука и здесь вопрос не в том что так нельзя здесь вопрос в том что это позиция человека хорошо это или плохо не так важно важно другое что подобное отношение не могло не проявиться где-то еще и ваши отношения на это не могло не проявиться где-то еще я не работал что собственно поначалу не было проблем он с гордостью рассказывал при знакомстве мне как удел бывший жене ремонт пластику каждую неделю 15 тысяч сдавал на личные расходы ну не знаю как вам но вообще-то это настораживает когда человек как-то вот таким образом себя припорносит а вас это не насторожило какие у вас это вызвало чувства я с ним не за денег просто хочется объяснить что деньги есть и по идее он не жаден у кого деньги есть непонятно как бы почему вы решили что он не жаден непонятно тоже вот почему такая реакция чтобы ювелир переделал кольцо непонятно ценности человека я приехала поздно ночью домой забыв предупредить была с братом он приехал с другого города очень грубо меня встретил я в ответ нахамила ему на вопрос где была я ответила матом ну здесь момент такой что судя по всему до этого у вас уже была напряженность я бы не рассматривал эту ситуацию как-то отдельно я бы рассматривал эту ситуацию в купе с другими моментами то что вы так ответили не является случайным и на мой взгляд ваша проблема здесь в том что вы видите эту ситуацию отдельно это ошибка потому что эта ситуация не отдельно эта ситуация она является продолжением какой-то другой напряженности недомолвки обиды и так далее в ответ на это он сказал что машину меня забирают я буду ходить пешком за хамство если извинись получив ключи это классическая реакция человека который во-первых уверен что вы никуда от него не уйдете и в какой степени это правда потому что выбрался ради него с другой стороны это человек который чувствует власть над вами и это тоже правда потому что вы действительно в полной его власть и как вы сами говорите что из принципа не хотите работать то есть эту власть у него забрать разумеется это бьет по моему самолюбию и я не буду извиняться за ключи от машины это уже ваши ценности как вы видите потому что кто-то бы извинился но не вы понимаете да я признаю свою вину я об этом говорил но заключу я извиняться не буду а как вы признаете свою вину то есть ну если вы признаете свою вину то есть вы чувствуете себя виноватой то вы извиняете если вы не хотите извиняться то вы не чувствуете вины поэтому извините здесь я бы сказал что у вас есть сложность с идентификацией собственных чувств получается что вы чувствуете вину но если извинитесь то будете чувствовать себя униженным вот то есть в этом моменте вы себя униженным чувствуете а в том что вы все вы все всё, с чем жили, бросили ради другого человека в том, что другие люди договаривались о вашей зарплате, вы себя униженной не чувствуете. То есть, что такое униженность? Это ощущение, что я маленький, психологически. И получается, что в локальном аспекте вы своё психологическое уменьшение чувствуете, но глобально нет. Локально вы своё уменьшение психологическое замечаете, а глобально, когда человек вам говорит, что он делает для своей жены, тем самым как бы говорят, что вы будете в СТК-канал, вы этого не чувствуете? И у меня только здесь к вам вопрос, как так получается, как получается так, что вы себя в том месте, где речь идёт о ваших интересах, о вашем комфорте. Вы начинаете бороться за независимость, да? Ну, вообще-то это некоторый мазохизм получается. А глобально, там, где надо бы это делать, вы это просто игнорируете. Да? То есть, знаете, как вы к себе относитесь? Дальше. Хожу месяц пешком, живём мы в месте, где автобус ходит раз в 45 минут и чаще до куда-то ехать с пересадками. Продуктовыми нет и за продуктами меня отправляют ездить на маршрутке. Но, опять же, вы здесь жалуетесь. То, что вы решили не извиняться, это ваш выбор и ваша ответственность. Как бы, последствия тоже на вашей ответственности лежат. Его метод я не уважаю, это унижение и лишение мобильности. Ну, об этом я уже сказал. Дальше меня за какого-то хамства отправят спать на пол. Возможно, если вы будете игнорировать свои личные границы. Он не хотел поговорить по-взрослым, он хотел извинения заключить. Ну, извините, это сейчас прозвучит грубо, но вы не совсем как взрослый себя ведётся. Взрослый человек это на равных. Взрослый человек, который не будет из-за гордыни, да, как бы из-за гордости придавать свои интересы. Вот. Знаете? То есть, взрослый человек это не тот, кто будет, вот, ходить, как бы, пешком, да, только потому что не выразил то, что он вроде как чувствует. Вы говорите, что признаёте свою вину, значит, есть за что извиниться. Вот. Это не взрослое поведение. Это поведение ребёнка. А поведение вашего мужчины это поведение родителя. Отношения такие в целом дисруктивные. Я езжу на маршрутке, чувствую себя дискомфортно, разумеется, не спешу устраиваться на работу. Почему? Почему? Казалось бы, это самый оптимальный вариант. Опять же, из-за протеста. На днях разговор закончился так. Даю тебе неделю устроиться на работу, либо я тебе больше не даю деньги. Опять какое-то манипуляторство и унижение. В свою очередь хочу сказать, что его деньги я трачу на продукты примерно 5-7 тысяч на себя, крем, ногти. Это уточняется, вы не подумали, что я на супер широкую ногу развалилась на шею мужа. Мне кажется, это ваше неуверенность в себе и какое-то ощущение стыда. Я даю квартиру, получаю 15, с этого еще 5 примерно зарабатываю на фрилансе, что трачу на себя. Вы, как будто бы, очень много внимания выделяете деньгам. Разумеется, принципиально не хочу искать. То есть, знаете, вы кому-то что-то пытаетесь доказать через ущерб своим интересам и отсюда растет ваша обида, потому что вы ожидаете, что человек почувствует себя виноватым. То есть это вы тоже манипулируете здесь тем, что принципиально не ищите работу. Вот. Я просматривала работу. У нас курортный город, небольшой рынок вакансий. Но муж не давил. Теперь с ультиматумом. Я думаю, что что-то изменилось. То есть что-то вот изменилось в ваших отношениях. Когда я сказал, что мне нужно будет выбрать деятельность обучиться от 100 денег, он сказал, идите в пятерку, зарабатывая на обучение себе. Но я повторюсь, у него нет проблем с деньгами, я его жена не понимаю позиции. Муж перестал вас уважать. К сожалению, это связано с тем, что вы не уважаете себя. Я добила и добила до моего уныния вчерашнего строства. Значит, я не буду ее защитывать. Вот. Скажу просто, что вам важно сперва все выяснить. Да. То есть вполне возможно это просто обычное абсолютно поведение для вашего мужа-мужа и ничего такого там нет. Тем более это как бы, ну, жена вашего массажиста. Дальше, он пришел домой, я спросил, это что? Он ответил, это паренье, там темно. Но точно знаете, мне это не понравится, это неадекватная ситуация. Да. Я повторюсь, вам нужно прежде всего выяснить, что это такое по факту. То есть поговорить. И рассказать о своих чувствах. Вот то, что вы говорите, что эта ситуация принесла вам боль, это нормально. Но ему-то вы не сказали про то, что вам больно, вы-то на него нападать начали. То есть опять же, обращение с вашими чувствами. Дальше, он считает это нормальным, я нет. И вам нужно взять ответственность. С моим мнением он не считается. Ваше мнение это какое? Чтобы он этого не делал, это его образ жизни. Это первое. Второе. Обратите внимание. Я обычно не хожу в баню говорить, а мы сходим. То есть, понимаете, это раздельно ваше, так сказать, времяпровождение. И, ну, наверное, вы видели, что женщина заходит в баню к вашему мужчине. К вашему мужу. Как-то вот схватились вы только сейчас. Ну, не совсем, на мой взгляд, это понятно. Вот, насколько я знаю, в бане женщины и мужчины часто могут вместе, как-бы, находиться абсолютно нормально. Никакого подтекста там, там нет. Если это друзья. Вот. То есть здесь вы, как-бы, подозреваете своего мужа по факту в неуважении к массажисту. Получилось. Ну, как-бы, это вопрос доверия. А вопрос доверия, это вопрос вашего доверия себе. И, опять же, вопрос того общего, что между вами есть. С моим мнением он не считает, не считает, что я хожу разбитым, не поговорил, не узнал. О чем поговорил, о чем узнал? Откуда у вас ожидания такие от человека? Мне откладывается впечатление, что вы нереального человека видите перед собой, а того, кого вы себе напридумывали. Отсюда и обида. Я права, что реагирую остро на парение. Дело здесь не в правоте. Вы реагируете немножко не теми местами, которые у вас болят. Может быть, я вижу это с твоей стороны, или все это действительно говорит о том, что я просто ошиблась, и он деспот? Нет. Никто не деспот, и вы не ошиблись. Ну, то есть, в плане того, что это все тот же мужчина. Просто ваши ожидания не оправдываются. Это унижение и эмоциональное насилие, это вам решат. Как с ответственностью за то, что вы не захотели извиняться. Если для вас это неприемлемо, вы так делаете и имеете дело с последствием своих действий. Все. По поводу жертвы я уже сказал, в каком месте вы являетесь жертвы, и я думаю, что вот с тех самых пор вы жертва действительно. Но эта жертва не применительна к этим ситуациям, а жертва применительна к глобальной позиции. Кроме того, если вы сознательно лишаете себя финансовой независимости, и при этом имеете мало общего со своим мужем, не являетесь партнером с ним, не общаетесь с ним на равных, не взаимодействуете, то это тоже в какой-то степени даже не жертвенность, а больше такая обесценивающая по отношению к себе позиция. Вот. Сложно воспринимать человека на равных, когда мало общего, и один обеспечивает другого. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.